Кого охраняют бойцы Национальной гвардии Республики Казахстан? Как спасают людей и рискуют собственными жизнями даже в свободное от службы время? Обо всём прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Национальная гвардия Республики Казахстан. Воинское формирование, созданное как мобильные, профессионально подготовленные войска, находящиеся в постоянной боевой готовности. Некоторые подразделения нацгвардии входят в состав коллективных сил оперативного реагирования, организации договора о коллективной безопасности. В том числе шимкенский мобильный батальон оперативного назначения и алматинский отряд специального назначения Буркок. Юг. Национальная гвардия обеспечивает безопасность общества и государства, защищает права и свободы человека. Бойцы столичной воинской части 5573 оберегают покой граждан главного казахстанского города. Войцинская часть 5573 образована 29 декабря 2007 года. Данная бригада предназначена для обеспечения охраны общественного порядка нашей столицы, города Астана. Практически на сегодняшний день военные служащие нашей части выполняют боевые задачи по охране общественного порядка, по охране конституционных прав граждан нашего города во всех районах столицы. Рота, внимание! По местам! Всего здесь несут службу больше полутора тысяч бойцов, призванных на срочную службу. Всего же на боевом дежурстве больше двух с половиной тысяч солдат и офицеров. Каждый день на охрану общественного порядка заступают 1200 бойцов. Субтитры предназначены для обеспечения охраны общественного порядка. В нашем городе службы выполняют наши для выполнения автопатрули, то есть автомобили, автомобили УАЗ, автопатрули. Для доставки дичьего состава у нас есть Уралы и автобусы. Ежедневно военнослужащие части задерживают в столице хулиганов, дебоширов, нарушителей спокойствия, вооруженных преступников, наркоманов и находящихся в розыске. Каждый день практически характерно, например, ежедневно свыше 200, иногда 300 задержаний бывает. Из них характерно где-то 4, 5, 6 ежедневных задержаний. Характерно, то есть это владерживаются граждане, находящиеся в розыске, с холодным оружием, с наркотическими средствами, хулиганскими, за хулиганские действиями. Некоторое время назад двое бойцов в увольнении задержали взрослых мужчин, которые хотели изнасиловать маленькую девочку. Рискуя собственными жизнями, парни скрутили преступников и передали в органы внутренних дел. Недавно, находясь в увольнении, два военнослужащих, Закриев и Шпадов, возвращаясь домой, оставився в часть, услышав голос ребенка, и спасли жизнь девочки, маленькой девочки от преступников. Они задержали и отвели органы внутренних дел, опорный пункт. На боевом дежурстве здесь и служебно-розыскные собаки. Благодаря этим боевым единицам друзьям человека тоже часто удается раскрывать преступление. С помощью одной из собак раскрыли кражу. Четвероногий боец взял след и привел к преступнику, который успел убежать на несколько километров. Раньше, например, в нашей части у нас был полк. Полк с прошлого года у нас формирована бригада. То есть численность увеличилась. Раньше, если в полку у нас около 500-600 человек было, на сегодняшний день, имеется вовремя, по призыву, на сегодняшний день свыше полтора тысячи человек. Это уже по численности. И у нас совместно органы внутренних дел, ну, с выделением меньше, намного, естественно, меньше было. А так, в связи с увеличением истинного состава, то есть мы все районы перекрываем, плюс органы внутренних дел, и, конечно, есть огромные изменения по сокращению преступности в городе. Чтобы всегда быть в хорошей форме, бойцы воинской части 55-73 постоянно тренируются. Зарядка после подъема и практические занятия по отработке приемов рукопашного боя. Во время задержания времени на размышления нет. Действовать нужно чуть ли не на автомате. Изучается применение специальных средств. Ну, это, например, при задержании преступника, который оказывает сопротивление. То есть применяется резиновая палка, наручники. Это все на законном основании, законно все, законно в сторону. Все изучается, подготавливается и отрабатывается практически. Каждое их боевое дежурство – это маленький подвиг. Ведь никогда не знаешь, с кем придется иметь дело во время патрулирования. В эту часть призвался в 2015 году из Казаларды. Следим за безопасностью в Астане. Предотвращаем, пресекаем совершение преступлений. Недавно задержали нескольких человек, употреблявших наркотики, прямо во дворе жилого дома. Мы делали обход по маршруту и почувствовали специфический запах. Когда подошли ближе, увидели, как человек, не скрывая, сидел и курил наркотики с помощью специального аппарата кустарного производства. Задержали его и доставили в полицию. Представители спецслужб периодически встречаются с коллегами, чтобы выявить лучших военно-прикладных видах спорта. Некоторое время назад в соревнованиях по рукопашному бою участвовали силовики Казахстана, России и Кыргызстана. Гвардейцы принимают участие и в патриотических мероприятиях. В честь Дня первого президента в одной из столичных школ заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Казахстана говорил со школьниками о патриотизме и любви к родине. Такие мероприятия еще больше поднимают престиж непростой воинской службы и помогают гражданскому населению понять ее еще лучше. Ведь в конечном итоге и эти бойцы день и ночь, зной и мороз, стоят на страже нашей безопасности. И в любой момент готовы прийти на помощь и спасти из беды. Редактор субтитров А.Семкин